Сделал у человека инвалидом. Сделал у человека инвалидом. Но виноват только я. Но виноват только я. Но виноват 10 лет. 10 лет. 2 месяца. И 4 лет. 2 месяца. А какие именно тарелки? Потому что здесь есть глубокие, средние, плоские. Аль? Бери все, я выберу. Ну хорошо, все, значит все. Нет! Пожалуйста, оставь их, они нам не нужны. Аль, ты чего? Аль? Ничего, все хорошо. Иди сюда, Леша. Все нормально? Успокойся ты. Все нормально. Да. Все нормально. Нет, пожалуйста, оставь. Не нужно. Поехали в отвор. Ты уверена? Да, да. Поехали. Ну там… Ну ладно. Все хорошо, только успокойся. Так, дети, тоже там осторожно, проследите за… Ну, чтоб ничего не разбилось. Их ты… Хорошо. Хорошо. Боря, значит так… Офис растворный. Пришла Анжела. Быстро идите, миритесь. Смотри. Бегом. Да? Мама… Мама… Да. Мама пришла. Мама пришла. Мама пришла. Быстро все встречать маму. А ну-ка, 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 кто первый маму обнимет, тот молодец у нас. А ну-ка, 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 побежали, побежали. А ты пришла. Ой. Мама, моя хорошая. Мама, я так зазвучилась. Иди сюда, иди сюда. Мама, где ты была? Мама, где ты была? А вы сказку смотрели? Мама, мама, Маша, дайте мини-тоси. Прости меня. Я не должен был тебе врать. Это ты меня прости. Я подумала, что ты… Мама, 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 мама! Мама! Мама, мама, мама! Идем. Быстро все в кафе мороженое. Пойдем, пойдем. Кто хочет мороженое? Да можно? Да можно? Мама, ну-ка, я косяк, я… Мама, привет. А, давай. Мама, давай, идем в кафе. Хочешь? Кафе! Ну, давайте, пока, давай. Пусти тоску, а? Доктор обучил. Давай, пока, пока. Мама! Мама! Знаешь, мне всегда казалось это несправедливым. Мама умерла при родах. Я знаю ее только по фотографиям, потому что мне они отец с братом рассказывали. Но я ее чувствую. Она разговаривает со мной, я отвечаю. Здорово. Это здорово. Получается, тебя отец воспитал? И брат. И не только воспитали. В смысле? Всю жизнь мне отдали, отец точно. Здорово. Здорово. Что здорово? Что ты заладил с этим словом? Ты других не знаешь? Аль, я… Я что-то не то сказал? Прости, я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Делать… Делать с чем? Неважно. Давай просто посидим. Саша, я уже перестал что-то вообще понимать. Ты не прилетаешь, как обещала. Зачем тебе ключи были от моего дома, тоже не говоришь. Что это за секреты? День, прости. Я тебе потом все объясню. Да нет, Саша, ну это как-то ненормально, ты понимаешь? Это просто подстава, что ты меня одного тут взяла и кинула. Ты собираешься прилетать или нет? Возьми и скажи. Давай будем честными. Да не волнуйся, приеду я скоро. Слушай, что случилось? Ну просто, блин, я скучаю объективно. День, все хорошо, не беспокойся. Саша, ну я надеюсь, правда все хорошо, потому что у меня как-то сердце не на месте. День, все хорошо, не бери в голову. Ладно. Я люблю тебя. Пока. Ну все, пока. Привет, бельчонок. Можно? Привет, пап. Заходи. Это вот тебе. Спасибо. Ну что, как работалось? Да, нормально. Че там, че там таксисту? Заказов маловато, а так… Денис звонил, искал тебя. Я знаю. Отличный парень. Я знаю. Пап, ты чего такой? Что-то случилось? Нет, со мной… нет. А вот… Скажи мне, с тобой-то все в порядке? Нет, послушай, просто у меня сердце так тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Пап, да что вы все сговорились? Ну, хорошо у меня все, хорошо. Ладно? Да? Ладно. Доча, ты тут пока, да? Будешь, да? Ну, отдыхай. Отдыхай. Вот, настоящий шедевр. Сам Мане не отличил бы. Всем шедевром шедевр. Ч-ч-ч-ч-ч. Господи, а ты хоть бы людей поснадился. Где Мане, а где это? Знаешь, если тебе не нравится мой Мане, то давай разведемся. Давай. 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 Родители, опять разводитесь, да? Господи. Мадемуазель, вы за портретом. Так, пап, мам, познакомьтесь. Это Аля. Это, то есть… Знакомьтесь. Господи. Ну, наконец-то. И это… Какая же ты красивая. Спасибо. А я Ольга Витальевна. Очень приятно, Ольга Витальевна. Сын. И мне. Девушка. Девушка. Спасибо, пап. Только один вопрос. Можно? Извини. Рожать-то девочка сможет? Я так понимаю, что вы разбираетесь в живописи? Конечно. Безусловно. Да, немного. Немного? А дети будут здоровыми? Слушай, это уже второй вопрос, мам. Можно сказать… Ответ, конечно. Я люблю тебя, сынок. Пойдем, а зарисовать ее будет. Ну? Это Мане. Утро на сене. Замечательная копия. Боже, солнышко. Ты слышала? Так. Ну-ка поехали со мной. Сын. Ты счастливый человек. Спасибо, пап. Ты тоже. Ты хоть знаешь об этом? Ну? Что ты на это скажешь? Ну, это… Как вам сказать… Это здорово. Что? Ничего в этом не понимаешь? Ну… Нет. И не надо. Я потом объясню. А можно вас на минуточку? Поехали. А вы всех девушек, с которыми вас Алексей знакомит, так тепло принимаете? Всех девушек? Смеешься? И первая, с кем нас Лешка познакомил. Отчего, ты думаешь, мы оба на радугу запрыгнули? Да… Да не может быть. Дочка, у нас все честно. Всегда. Вот такие мы идиоты. У-у-у, полетели! Пошли-пошли-пошли-пошли-пошли. Лёня! 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 Не едите печенье. Вот очень-очень. Вы себе не представляете, как, насколько это вкусно. Будешь? Нет. Чего? И это. Аль, только не позволяй маме себя рисовать. Особенно портрет. Да, да, давай. Привет. Что за шума, драки нет? У тебя ж выходной, Борь. Да, но… Леша, послушай. Помнишь, ты говорил о проблемах девушки-инвалида? Так уж получилось, что мы… Ну, мы узнали, что ты с ней встречаешься. Да, встречаюсь. Ну, совершенно неважно, какие у нее проблемы. Да это даже не проблемы совсем. Мы сами со всем разберемся, я уверен. Нет-нет. Все, все хорошо, Леша. Ты молодец. Ну, ты хоть знаешь, как ее зовут? Аля. Аля. И это все? Ну, Алевтина, Альбина или, может быть, Александра? Ну, не знаю. Может быть. Вы будете смеяться, но я даже не спросил. Да какая разница? Что? Есть, Леша, разница. К сожалению. Что? Алексей Владимирович. Алексей Владимирович. Да, Марин. Обратите внимание. Девочке двенадцать лет. Упала с велосипеда. Защемление нерва. Да, это все понятно, Марин. Но я это сделаю за пять минут. Плевое дело. Есть какие-нибудь посерьезнее? Это правда. Это какой-то детский сад. Что за детский сад? О чем речь? Ну, вот. Детский сад. Посмотрите. Ну, правда. Иван Михайлович. Девочки. Защемление нерва. Сдвижение позвоночника. Плевая операция. Тьфу. И забыли. Я ее сделаю за пять минут. Вот гляньте. Можно мне еще одну плановую сегодня? Да, Леша, ты талантлив до безумия. Да, профессию знаешь неплохо. Но нельзя к простому случаю относиться как к детскому саду. Ну, это… Каждая операция, это как последний бой. Такой закон. Да это все понятно. Ну, правда. Но тут плевое дело. Сделаю за пять минут. Тихо-тихо. Можно мне еще одну плановую? Так, девочки, я заходил, познакомился с ней. Зачем? А карта мне на что? Марин, я Онищенко оперирую в пятнадцать. Перепиши на доктора Баженова эту операцию. Я кого-нибудь другого себе найду. Конечно, Иван Михайлович. Подожди меня здесь. Класс. Хочу представить вам хирурга, который будет оперировать вашу дочь. Ага. Алексей Владимирович Баженов. Иван Михайлович. Да. Все-таки операция – дело серьезное. А не слишком ли молод врач? Я согласен с вами, молод. Но, уверяю вас, ваша дочь в надежных руках. Да. А доктор говорит, зачем вообще кому-то кататься на лыжах? Можно сесть дома, в уютной кухне и спокойно ломать свои колени и молотком. Ножик. Ну а чего ты так далеко стоишь? Я не кусаюсь. Выходи ближе, так же ничего не научишься. Сейчас маску надену. Давай-давай. Господи, Галя! Леша, что, что же теперь будет? Горяченкова Александра Андреевна. 12 лет. Осложненное повреждение спинного мозга и связочного аппарата в результате неудачного хирургического вмешательства. Горяченкова Александра Андреевна. Доченька! Ты что наделал, гад? Тихо, 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 тихо! Тихо! Вот ты, проклят. Леша, Леша. Я даже слышать не хочу. Это все отговорки. Это могло случиться с каждым. Иван Михайлович, я человека сделал инвалидом. Инвалидом. И виноват только я. Ну, виноват, виноват. Кто спорит? Ну, это не повод уходить из профессии. Ты и я прекрасно это знаю. Станешь классным хирургом, который спасет ни одну, ни сто, и даже не тысячу жизней. Скрипя зубами. И за дня в день эту истину нужно постигать. Иван Михайлович. Послушай, процесс будет громким и долгим. Продолжать работать в БСП тебе не стоит. Есть и другие места, где ты сможешь прийти в себя и продолжить практику. Мои друзья, польские врачи, организуют лагерь Красного Креста в Намибии. И хорошие хирурги им всегда там нужны. Африка? Африка. И там тебя, сынок, очень ждут. А дальше? А дальше, не знаю. Жизнь покажет. Брат, отец. Можно было и догадаться. Африка. О чем ты думаешь? Можно, нельзя. Какая теперь разница? Леш, так она знает, что ты это… ты. Нет. Леш, ты нас извини, но… мы обязаны были тебя предупредить. Ну, а в остальном… тебе разбираться самому, увы. Да. Спасибо, Иван Михайлович. Спасибо, Борь. Иван Михайлович. Африка. Алло, Лёш! Да? Ты где пропал? Мы же тебя ждали. Случилось чего? Лёш, мы увидимся сегодня. Или как? Я уже на месте. Сейчас. Сейчас приеду. Хорошо, жду. Е-8. Мимо. Ф-4. Мимо. М-2. Мимо. А-3. Мимо. Здрасте, девочки. Так. С-2. Мимо. Надо было по-другому. Ж-1. Мимо. Доктор Грёмин, ответьте, пожалуйста. Ну что ж такое? Да, сейчас. С-2. Мимо. Мимо. Центральная больница. Скорая помощь. Приёмное отделение. Е-5. Ну? Понял. Что случилось? Ну, чё молчишь? Убила. Поздравляю. Лёш! Лёш! А я тебя жду-жду. Случилось чего? Аль. Это я тот хирург. Это я. Ты не можешь ходить из-за меня. Вспомнил. А вот я тебя, Баженов, на всю жизнь запомнила. Аля, Аля, подожди, подожди, подожди. Я, я всё исправлю. Правда, исправлю. У меня есть деньги, у меня есть друзья. Они по всему миру. Они прекрасные врачи. Ещё есть возможность. Они помогут. Помогут? Да. Баженов, не нужна мне твоя помощь. Она была нужна той двенадцатилетней девочке. Так я пытался. Я, я правда пытался. Пойми, ну, что я мог сделать. Я был молод, я ничего не умел. А родители твои, они не дали возможности. Оставили бы тебя в больнице. Родители мои не дали возможности. То есть тебе, тебе мой папа помешал, мой брат помешал, да? Звонят тебе, Баженов. Возьми трубку, ещё кто-то хочет калекой стать. Зачем ты так, а? Мне правда нужно ответить. Да, Марин? Алексей Владимирович, у нас Аврал. Пьяный гонщик снял остановку недалеко от нас. Сколько? Сколько пострадавших? Нет, не знаю. Но, похоже, очень много. Алексей Владимирович, есть тяжёлые, даже критические. Мы вызвали подмогу. Алексей Владимирович, всё, ждём. Я понял, я выезжаю. Аль, мне нужно ехать. Мне правда нужно ехать. Езжай. Езжай. Аль, наш с тобой разговор закончен. Нет, не закончен. Мы ещё поговорим. Аль. Алло, я у вас отменяла заказ на билет. Он мне нужен на завтра. Горяченкова Александра Андреевна. Чёрт. Есть. Быстро. Давай сюда. Марина, как обстановка? Спина, шея, живот. Давление восемьдесят на шестьдесят. Как себя чувствуешь, красавица? Креново. Понятно. Где Боря? Во второй, забываются. Вторая операционная готова. Быстро к нему. Ужасная авария произошла буквально час назад в самом центре города. Исправившийся с управлением водитель находился в нетрезвом состоянии. Доча. Что? Там Митька в гости её звал. Грозился потом по домам всех развести. Может, поедем? Хорошо. Ну да, правильно. Нужно. Чего дома-то зря сидеть? А? Хорошо. 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 Нормально? Да. Хорошо. Хорошо. Нога. Полинка. Сейчас я поднимаю. Чего? Тканина в очередь, может подождать. Марина, что здесь? Разрыв мягких тканей голени, закрытая травма грудной плеси. Кто свободен? Только вы. Понятно, я беру третью. Сыто, тяжёлый, внутреннее кровотечение, рефлексы отсутствуют. Спина мозговая. Пора париться. Уходит. Чёрт, я знаю. С двумя не справлюсь. Алексей Владимирович, я справлюсь. Я смогу. Две операционные свободны. Отлично, Жорик. Девчонку в третью. Давай. Лёша, Георгий Александрович не делал таких операций. Вот ты ему и поможешь. Подмою ответственность. С чего ты стоишь? Иди делай. Даша, за мной в шестую. Быстро. Откачиваем, Наташенька. Быстрее. Влад львее. Сигнала нет, Алексей Владимирович. Разряд двести. От стола. Зажим зубатый, быстро. Зашиваем. Давление падает. Знаю, зажим. Зажим здесь не подходит. Девушка умирает. Делай, что я говорю. Быстро. Правотечение не останавливается. Я вижу. Зажим. Пульса нет, дыхания нет. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. За ее спасли, Георгий Александрович. Да. Спасли. Спасли. Да. Да. Ничего. Фух. 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 Алексей Владимирович. Разряд. Ну он же… Разряд, чё стоишь? Руки! Двести пятьдесят! Быстро! Прости, парень. Время смерти двадцать три ноль шесть. Время смерти двадцать три ноль шесть. Саша, у тебя все в порядке? Да, конечно. Точно? Эй, маленькая. Просто задумалась. Нет, Саша, правда. Ничего. Если что-то случилось, ты только скажи. Пап, все хорошо. Ну смотри. Послушай, Аль, ну мы же… Мить. Порвемся. Что здесь? Множественные переломы ребер, открытый пневмоторекс. Первая помощь оказана. Только первая помощь при таких переломах. Почему? А его последний привезли. И что, какая разница? Доктор, это тот пьяный гад, который сбил людей на остановке. И что? Ничего. Собственно, ждем, когда сдохнет. Доктор Гремель, обо всем, что я думаю, я своими проговорю почем. Алексей Владимирович, я не могу больше здесь. Что ты не можешь? Помогай. Давай нам людей спасать. Хорошо. Доктор, вы, наверное, чего-то не поняли. Это вы не поняли. Ну, 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 ну все, успокойся, успокойся. Ну давай, иди на ручки. Ищите кого? Да. Девушку. Правда, я не знаю, в каком подъезде она живет. Может быть, вы знаете? Аля. Точнее, Саша Горяченкова. Я по фамилии никого не знаю. Мы только переехали. Да? Понятно. А вы вот у старика спросите. Спасибо. Вечер добрый. Добрый. А какая у вас красотка-то? Как слоёж. Трёх жен поменял, а моя куколка осталась со мной. А, а, может быть, вы знаете, девушка, инвалид, в вашем доме живет. Инвалид? Не знаю. А это откуда у вас? А? Соседская девчонка балуется. Какая девчонка? Андрея Васильевича. Дочка. А вот они подъезжают. Можете сами спросить. Марина Витальевна. Я это самое. Блин, дебил. Какое это самое? Я вас, я вас люблю. Ах. Марина Витальевна, я вас это самое, блин. Опять это самое. Всего доброго, хорошего дежурства. До свидания. Слушай, пойдем сейчас. А, это самое, а вы не видели Марину Витальевну? Как она ушла? Давно? Да. Только что. В общем, завтра выходите по графику, хорошо? До сегодня. Да, спасибо вам большое. Доброй ночи. И вам доброе. До свидания. Марина Витальевна. Это самое, это самое. Аля. Ах ты. Подождите, подождите. Не трогайте его, я сама разберусь. Что это значит? Ты можешь ходить? Да. Ищу бегать, прыгать. Но, но как? Мне это… Знаешь, чего это стоило мне? Саша, я ему сейчас так… Подожди, пожалуйста, подожди. Это вот мой отец. Ты помнишь его? Знаешь, через что он прошел из-за меня? Он, он кондитером хотел быть, пироги выпекать. Он деньги на свое дело копил. Маленькую фабрику открыл. Рецепты там вкусные придумывал. Торты, пирожные пел. Помнишь, пап? А из-за тебя десять лет назад он все это продал и похоронил свою мечту. И сейчас он работает простым таксистом и водку втихаря хлещет. Доча. Да, пап, прости, я знаю о твоей заначке. А это мой брат. Он, он все эти годы горбатился мне на лекарства. Да ладно, но я… Он на ребенке экономил. На ребенке. А ты спокойно жил? Да ты ведь даже не знаешь, через что я прошел. Я жил в операционной палатке. Я сутками там оперировал, чтобы искупить свою вину перед тобой. Перед тобой той, какой ты была. Но только ничего не могло заглушить мою боль. Она вот здесь. Вот здесь. Плакала и кричала та маленькая девочка. Каждую секунду, каждое мгновение. Все мое существование. Даже во сне. Да ты хоть спал, а я все эти годы… Я все эти годы не могла глаз сомкнуть без лекарств. Я б восемнадцать лет. Восемнадцать. Вернулась домой. Ты сечешь? Ты у меня детство украл. На! На, смотри! Руки! Это было… Это было безумно. Больно. Знаешь, мне тоже… Мне тоже было тяжело. Да заткнись! Заткнись! Я… Я тебя ненавижу! Саша! Саша! Подожди! Я не искала с тобой встречи. И сам приперся в этот проклятый кинотеатр. Да кто тебя туда звал? Я же хотела, чтобы… Чтобы ты меня просто узнал. Оттого и взялась эта инвалидная коляска. Но ты… Ты меня не узнал. Да как я мог провести, черт побери, эти параллели? Я просто влюбился в тебя! Доченька, идем. Саша, Сашенька, пойдем домой. Пойдем домой. Пойдем. Влюбился, значит. То есть, все-таки что-то у меня получилось. Только вот я тебя, Баженов, не люблю. Нет. Это… Это не правда. Нет. Правда. Правда, правда. У меня есть парень. Я к нему завтра улетаю. Вот, вот его я очень люблю. Я с ним… Я с ним сплю. И спала. В перерывах между нашими с тобой свиданиями. Нет, нет, нет. Это не правда. Да живи, Баженов. Живи. Работай. И знай, что мне на тебя наплевать. Мама, пойдем. Аля, постой. Валет отсюда. Подожди ты. Вы же слышали, она не хочет вас видеть. Вы десять лет назад появились в нашей жизни и изменили ее кардинально. Пойдем. Аля, ты что? Уходите. Вы слышали, у нее есть парень. Этот парень нас устраивает. Отличный парень. И оставьте нас в покое. Пойдем. 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 Уходите. Идем. Уходите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!